Заслуженный тренер России, мастер спорта международного класса, трехкратный чемпион мира по каратэ Андрей Кузнецов не один десяток лет передает свое мастерство молодым спортсменам. И те прикладывают все силы, чтобы не подвести мастера. Многие из этих ребят, несмотря на свой возраст, в 14-16 лет уже довольно именитые спортсмены. Хотя некоторые признаются, что занимаются каратэ Кио Кушинкай не ради спортивных наград. Например, серебряный призер чемпионатов России и Европы Глеб Тативосян. Закаляет характер спорт все-таки. Надо же себя что-то заставлять делать. Помогает развиваться. Хочу после 11-го класса поступить в Академию ФСБ и там уже учиться. В любом случае спорт нужен будет дальше в жизни. Для Шири и Бадова первенства России, проходившие в Хабаровские чемпионаты Европы, состоявшиеся в болгарском городе Варни, также стали удачными. Он привез две бронзовых медали. Шири занимается каратэ Кио Кушинкай 8 лет и останавливаться на достигнутом не намерен. Он признается, что нашел занятие по душе. Я собираюсь всю свою оставшуюся жизнь посвятить Кио Кушинкайу, заниматься, оставлять за собой наследие, как говорится. И вот такие планы, только грандиозные планы, больше ничего. Вот это все, это не конец, это только начало, это только первые страницы истории моей. 2018 год стал урожайным на награды для видновских спортсменов. Три подиума на чемпионате Европы и несколько побед на российских соревнованиях. Впрочем, для некоторых воспитанников Андрея Кузнецова такие успешные выступления стали уже привычным делом. В первенстве России я сколько лет уже выступаю, получается, 12 лет у нас соревнования разрешены. Я каждый год занимаю призовое место, то есть хожу в тройку лучше. Понял. То есть это уже как бы такое дело привычки. А не бывает какого-то разочарования, когда на каком-нибудь соревновании, ну, вот так ничего не получилось, скажем? Да, бывает такое, но если случается, нужно не опускать руки, извлекать ошибки и идти дальше. Не отстает от брата и младшая сестра Екатерина Листопад. В этом году она поднялась на третье место в чемпионате России. Глядя, как ловко барышни работают в спарринге и не скажешь, что каратэ – не женское занятие. Родителям моих друзей, например, нравится то, что они дружат со мной и то, что я могу за себя постоять. А некоторые, наоборот, говорят, что это не женский вид спорта и то, что я должна заниматься танцами. В детстве я еще занималась танцами и все-таки каратэ мне нравится больше, поэтому танцы мне пришлось бросить. В Ленинском районе каратэ Киокушинкай занимается не более трех сотен человек. По сравнению с более привычными видами спорта, например, футболом или хоккеем, капля в море, тем приятнее и дороже победы наших спортсменов. Условно говоря, из секций в 20 человек нужно воспитать хотя бы 10 спортсменов высокого класса. Это тяжело, потому что проще это сделать из тысячи, конечно, то есть путем естественного отбора. Но мы не унываем, ничего страшного. Район у нас небольшой, но спортсмены хорошие. И это не просто слова. Уровень наших борцов и тренеров ежегодно подтверждается новыми трофеями, завоеванными на различных соревнованиях. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.